Здравствуйте! Вы смотрите программу интервью. Я Эдуард Раткевич и сегодня мой собеседник, заместитель главного государственного инспектора Ростовской области по использованию и охране земель Валерий Яковенко. Валерий, здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о том, как бороться с нецелевым использованием земельных участков и с другими нарушениями земельного законодательства. Вот, собственно, первый вопрос. Расскажите, какие меры принимает ведомство непосредственно для пресечения нарушений законодательства именно земельного? Одной из функций на управление Росреестра по Ростовской области возложено осуществление государственного земельного надзора. Государственный земельный надзор – это деятельность, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений земельного законодательства. Согласно также предоставленным полномочиям, государственный земельный надзор осуществляется в виде плановых и неплановых проверок индивидуальных предпринимателей, граждан, юридических лиц, а также органов государственной власти и местного самоправления. Валерий Викторович, вот скажите, исходя из практики, какие правонарушения в сфере земельных отношений наиболее распространенными являются? Наиболее распространенными нарушениями земельного законодательства являются самовольное занятие земельных участков или же использование без надлежащим образом оформленных документов. Это состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях самовольное занятие земельного участка. Или же на втором месте это использование земельного участка не в соответствии с разрешенным видом или же не в соответствии с целевым назначением. Для статистики приведу вам цифры. На первый квартал 2014 года на территории Ростовской области проведено более 3000 проверок по нарушениям земельного законодательства. Из них выявлено по самовольному занятию земельных участков более 1000 нарушений и по нецелевому использованию или же использованию не в соответствии с разрешенным видом более 150 нарушений. Что касается нецелевого использования, вот подразумевается, я так понимаю, если допустим садовое товарищество, грубо говоря, и там на территории земель, которые сельскохозяйственного назначения, насколько я понимаю, то есть там коммерческая деятельность не разрешена по факту. Да, правильно вы понимаете, эта проблема действительно существует и она обусловлена тем, что на земельных участках, предназначенных для садоводства, строятся гостиницы, рестораны, автомойки. Так как у нас, если взять территорию города Ростова, очень много центральных улиц, по фасадам которых размещены садоводческие товарищества до сих пор. Естественно, зоны, согласно правилам землепользования и застройки города, уже там изменены на несадоводческие товарищества, такие зоны, как, например, общественно-деловая зона и тому подобное, которые допускают размещение коммерческих объектов, таких, как я перечислил автомойки, гостиницы, автосервисы. Но желание собственников данных земельных участков оставить вид разрешенного использования садоводства обусловлен уходом от уплаты налогов. Так как стоимость налога, получается, на земельных участках с разрешенным видом садоводства, если мы возьмем, за пример, на территории Ростова, ну, участок, который 10 соток, да, тысяча квадратных метров, при виде разрешенного использования садоводства, это будет порядка 13 тысяч рублей в год налог. А если, например, там будет гостиница или ресторан, то налог за такой земельный участок годовой будет составлять в районе 270 тысяч. То есть разница колоссальная, естественно, люди, собственники земельных участков, таким образом уклоняются от налога. Мы в данной сфере проводим проверки, выявляем данные нарушения, подаем данные сведения в налоговую инспекцию, чтобы они принимали со своей стороны тоже какие-либо действия. Что непосредственно грозит людям, которые таким образом используют землю? С нашей стороны мы можем их привлечь к административной ответственности по статье 8.8 Кодекса административных правонарушений. И грозит им штраф в размере от 1000 рублей, если это физические лица, то это 1000 рублей штраф. Если же это юридическое лицо, то там штрафы больше, но не настолько они существенны, там получается до 40 тысяч рублей. То есть, грубо говоря, если жалуются садоводы, люди, которые имеют там землю, и снести практически невозможно то строение, которое уже есть там. Строение там находится, как правило, на законных основаниях. Территориальная зона, согласно правилам землепользованной застройки, позволяет размещение коммерческой недвижимости. Люди строят объект, даже пусть это, может быть, он и был построенный, так как жилой дом. Потом существует процедура его перевода из жилого в нежилой. С учетом того, что зона позволяет, орган местного самоправления выпускает постановление о переводе данного объекта в нежилой. То есть, жилого дома в нежилой. После чего, собственник земельного участка, соответственно, и объекта занимается там коммерческой деятельностью. И нарушением здесь является использование земельного участка, не в соответствии с разрешенным видом. Эффективным действием в данном направлении, это, естественно, налоговые ставки. То есть, побороть данную сложившуюся ситуацию на территории как города Ростова, так и во всей области. Возможно, с плотным взаимодействием налоговых органов мы выносим постановление о наложении административного наказания на лицо, в котором описана вся ситуация, то есть полностью с какого периода, когда он начал пользоваться. Я думаю, что это должно стать руководством к действию налоговым органам по взыскиванию налогов. Какая-либо работа ведется с тем, чтобы повысить эффективность госнадзора на непосредственно местном уровне, в частности, в Ростове, на Дону? Да, такая работа у нас ведется. Учитывая, что численность государственных инспекторов в нашем управлении Росреестра на сегодняшний день составляет 109 инспекторов на всю Ростовскую область, охватить объем, который нарушений существует, допускаемых на сегодняшний день, самостоятельно нам очень сложно. Есть такое еще направление по контролю за использованием земельных участков, то есть в земельных отношениях. Это муниципальный земельный контроль, которым наделены органы местного самоуправления. Это администрации городов, то есть городских округов, также администрации поселений. В их полномочия также входит осуществление муниципального контроля и составление административных протоколов, выявление административных правонарушений, составление административных протоколов по статьям, мною выше сказанным, 7.1 и 8.8, соответственно, с последующим направлением материала в управление Росреестра, то есть в наше управление, для рассмотрения, по результатам которых мы уже принимаем решение о привлечении лица к административной ответственности или же о возвращении материала на доработку, если есть какие-то недочеты. В этом направлении мы очень плотно сотрудничаем с органами местного самоуправления. У нас проведено уже три семинара совещания крупных в различных городах области. Это Азов, Новочеркасск, последнее было у нас в шахтах. Мы разрабатываем методические рекомендации для муниципальных земельных инспекторов. Мы вводим им статистику эффективности, то есть как рассчитывать эффективность муниципальных инспекторов. На сегодняшний момент на территории области муниципальный контроль развит не во всех муниципальных образованиях должным образом осуществляется. Если брать на первом месте, у нас, естественно, муниципальный контроль осуществляется по эффективности, это город Ростов-на-Дону. Игорь Ильич, наша программа подошла, к сожалению, к концу. Спасибо, что стали гостем нашей студии. Это была программа интервью. Я, Эдуард Аткевич, с вами прощаюсь. Успехов в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова